Первый шаг в мир дизайна Они трудились над отрисовкой рекламных постеров, кино и театральных афиш А также без их работ не обходился ни один модный журнал Порой даже обложки были отрисованы иллюстраторами Уильям Паркер решил показать эволюцию фэшн-иллюстрации за 100 лет Его книга под названием Fashion Drawing in Vogue «Модные рисунки Vogue» включает в себя работы для Vogue Сальвадора Дали и Дэвида Хокни, а также многих других Художникам приходилось очень постараться, чтобы передать дух времени и стиль каждого дня Конкуренция была просто огромной Почти 100 лет назад фотография задушила рисунки в модных журналах И что же, они возвращаются еще более желанные, чем раньше Конкуренцию составил Дэвид Даунтон Тот самый, который год назад нарисовал Кейт Бланши для обложки австралийского Vogue Послание издателей и кураторов легко прочитать В фэшн-иллюстрацию не стоит сбрасывать со счетов Скорее всего, ей предстоит триумфальное возвращение Фотографам придется потесниться Каким был Vogue рубежа прошлых веков? Не менее актуальным, чем нынешний А для искусствоведа и просто графическим шедевром Потому что он был нарисован с первой и до последней страницы От головы и до хвоста И как нарисован? Номера до сих пор продаются на аукционах Потому что делали их не просто самые знаменитые рисовальщики своего времени Но и великие художники В 1939 году обложку ВОП выполнил Сальвадор Дали Тогда уже знаменитый живописец А Энди Уорхол никогда не забывал, что начинал карьеру, как рисовальщик в журналах В истоке моды всегда лежит рисунок Именно на языке рисунка кутерье объяснялись с исполнителями Рассказывая им о задуманных коллекциях Нет и особой тайны в том, что кутерье за редким исключением невеликие графики Их наброски часто напоминают принцесс из дневника мечтательной школьницы Оно и понятно Это задание для закройщицы, портнихи и кружевницы Не зря говорят, что хорошая графика портному только помеха Но пусть они и несовершенны Именно в этих эскизах видно главное Линия, цвет, идея коллекции Стоит произнести вслух именно о великих мира сего Почти вековая карьера рисовальщика дома Диор Рене Грио, Жор Барбио, Антонио Лопес, РТ, Поль Пуаре, Эриксон И, кстати, Тулуз Латрек, чьи работы я видела воочию в Лондоне в Куртленд Гэллери Камера видит только то, что стоит перед ней А вот художников никогда не учат передавать в лоб то, что они видят Их учат смотреть, запоминать и рассказывать истории В любой женщине, изображенной художником Есть еще множество других, известных ему женщин Как бы ни было точно портретное сходство В фотографии есть только одна модель Та, которая в данный момент позирует фотографу Иллюстратор – это кустарь, человек с блокнотом Он и сейчас остался тем, кем был в 30-е годы Индивидуалистом, одиноким волком В острящем карандаш в кафе Знаменитые рисовальщики прошлого века оставили нам изумительное наследство Спасибо им за это Спасибо за просмотр!